Девушки отдыхают Убийца сам вызвал полицию и сдался. Правоохранители задержали его на месте преступления. Станцию временно закрыли, а движение электричек приостановили. По данным полиции, задержанный выходец из Ниггера. Что стало причиной жестокой расправы над близкими, пока неизвестно. Девушки отдыхают В Белом доме настроены категорически, однако окно для переговоров оставили открытым. Правительство Башара Асада и Россия виновны в использовании химического оружия в Сирии. Вариантов нашей реакции много. Однако президент Трамп пока не принял окончательное решение относительно ответа на химические атаки в городе Дума. Тем временем в Москве отрицают применение химического оружия в Сирии. У российского генштаба своя версия событий 7 апреля. Там считают трагедию имитацией. Мол, никакого азарина или хлора российские военные медики в городе Дума не обнаружили. Поэтому в Кремле надеются на конструктив. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло. Между тем, союзники максимально сконцентрированы на возможной реакции. Тереза Мейс звала заседание по военному вмешательству. По неофициальной информации, премьер-министр Великобритании дала указание отправить подводные лодки Королевского флота поближе к Сирии. Готовы к удару и британские самолеты на Кипре. А вот на северо-западе Франции стартовали тренировочные полеты истребителей после того, как президент страны присоединился к намерению союзников по Сирии. Накануне в Персидский залив из США отправился авианосец Гарри Трумэн. Вся команда авианосца Гарри Трумэн, 6500 вышкаленных американских солдат, готовы к выполнению любой поставленной нам задачи, в любое время и в любой точке земного шара. А вот Германия к возможным ударам по Сирии не присоединится. Об этом заявила канцлер страны, ранее поддержавшая мнение союзников по инциденту в Думе. Германия не будет участвовать в каких-либо военных действиях, но мы продемонстрируем нашу поддержку и сделаем все, чтобы показать, что применение Сирии химического оружия неприемлемо. Напомню, десятки жителей Сирийской Думы погибли от отравления после атаки на прошлых выходных. Еще около тысячи человек пострадали. В Греции разбился самолет военно-воздушных сил. Истребитель «Мираж-2000» упал в Игейское море. Он возвращался со спецопераций по перехвату турецких самолетов над спорной территорией. Катастрофа произошла у острова Скирос. Пилот истребителя погиб. Предполагаемую зону крушения обследуют с помощью вертолетов. Отношения Греции и Турции обострены из-за территориального спора вокруг острова Кипр. Тенгельман Групп Тенгельман Групп Однако Хауп запланировал короткий маршрут и был в легкой одежде. В последний раз пропавшего видели утром 7 апреля на лыжной станции Пик-Лайн Маттерхорн. Поэтому поиски сосредоточены в этом секторе. Это огромная территория. Сейчас мы проводим поиски на итальянской стороне. Тенгельман Групп, куда в частности входит сеть строительных магазинов Оби, владеет 73 компаниями с оборотом около 30 миллиардов евро. Карл Эриван Хауп возглавляет ее с 2000 года. Бизнес семьи Хауп был основан более 150 лет назад. Его предки начинали с импорта кофе и чая и торговли колониальными товарами. Мы этого достойны. Под таким девизом в четверг вышли на демонстрацию сотрудники госучреждений в Гисене. По данным организатора в акции приняли участие около 1200 человек. Демонстранты считают, что федеральные политики должны брать на себя больше ответственности. Центральной власти очень удобно говорить, что она вкладывает деньги в сферу образования и перекладывает ответственность на земли коммуны. Это путь в никуда, в результате которого теряется очень много средств. Профсоюзы требуют 6% прибавки к жалованию почти для 2,5 миллионов сотрудников госсектора. Это примерно на 200 евро в месяц больше. За последние годы требования были весьма адекватными, а теперь пришло время их немного ужесточить. Для меня также важно поднять престиж сестринского дела, чтобы больше людей стремились освоить эту профессию. Мы срочно нуждаемся в повышении ценности нашего труда, и политики обязаны нам это дать. Очередной уже третий по счету раунд переговоров профсоюзов с работодателями состоится в ближайшее воскресенье в Подздаме. Ожидается, что дискуссия может затянуться до вторника. Новичок или вроде того. Организация по запрету химического оружия подтвердила выводы Великобритании относительно вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом говорится в заявлении организации. В нем отмечается, что яд был использован высокой концентрацией, а вот его название и другие подробности содержатся в секретной части доклада. Как известно, Лондон считает, что бывший двойной агент разведки и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом из групп «Новичок». Агент, разработанный в Советском Союзе, был якобы изготовлен на российско-военно-исследовательской базе в Саратовской области. В связи с результатами независимого расследования Великобритания созывает Совет Безопасности ООН. «Нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери – первое использование нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны. Это отрезвляет. Это демонстрирует, насколько Россия готова к безрассудным действиям и как Кремль относится к международному порядку, основанному на правилах. Насколько там считают уместным подвергать жизни обычных людей риску». Россия последовательно отрицает свою причастность к отравлению семьи Скрипали и утверждает, что «Новичок» на ее территории никогда не изготавливали. Между тем, Скотт Ландьярд опубликовал второе заявление Юлии Скрипаль, которая пошла на поправку. Она сообщает, что у нее есть возможность общаться с родственниками и друзьями. В то же время Юлия поблагодарила свою двоюродную сестру Викторию за беспокойство, однако попросила не пытаться с ней связаться. От помощи российского посольства дочь бывшего полковника Гру также отказалась. В свою очередь, российское посольство в Великобритании сомневается в подлинности заявлений и полагает, что британская сторона насильно удерживает гражданку России. «Публично призываю Великобританию дать информацию, сделать так, чтобы мы могли удостовериться, что российским гражданам ничего не угрожает. Сделать так, чтобы весь мир понял, что эти люди не находятся в заложниках, не участвуют в какой-то страшной манипуляции или игре». После выписки из больницы Юлию отправили в безопасное место, которое строго засекретили. В Подмосковье перевернулся экскурсионный автобус с детьми. Как минимум 15 из них пострадали. Один ребенок в тяжелом состоянии. Всего в салоне было 54 человека. Большинство из них дети. На московском Малом кольце автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель последнего погиб. Автобус после столкновения упал в кювет. Всех пострадавших госпитализировали. Отозвался с пятого раза. Глава Роснефти Игорь Сечин явился на допрос по делу бывшего министра экономического развития России. Сергей Улюкаев, приговоренный к 8 годам лишения свободы за то, что принял от Сечина взятку, обжаловал свой приговор. Заседание, на котором рассматривали апелляцию, было закрытым. Сечин, который до этого четырежды игнорировал повестки на допрос, дал показания без лишних свидетелей. Но журналистам заявил, что для него это было делом чести. По материалам следствия, никто, кроме Сечина, не видел, как Улюкаев требовал от него деньги. На суде даже взвешивали 2 миллиона долларов, предполагаемый размер взятки. Ведь осужденный экс-министр оправдывался, мол, подумал, что в полученной отсече на сумке не пачки валюты, а вино и колбаса. Мол, такими гостинцами глава Роснефти его часто баловал. Приговор осужденному министру суд оставил в силе. День авиации и космонавтики отмечают в этот четверг во многих странах мира. Именно 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек. Им стал советский космонавт Юрий Гагарин. Полет длился 108 минут. Тем временем британские инженеры из концерна Airbus разработали новый способ уборки космического мусора. Они предлагают оснастить астронавтов гарпунами, тросами и сетями. С помощью этих орудий можно собирать обломки отслуживших свой срок аппаратов, которые захламляют околоземное пространство. Мы смогли уловить иронию обстоятельств и понять, насколько это удобно и просто. Нам удалось приспособить это техническое решение для выполнения задач в космосе. Красота системы в ее простоте. Один из гарпунов, созданных в лаборатории в английском городе Стивейдж, уже находится в космосе. Стрела гарпуна длиной полтора метра способна захватывать и удерживать объекты весом до 8 тонн. Например, неработающий спутник Envisat размером с двухэтажный автобус. Сейчас он не функционирует и мы не можем им управлять, чтобы убрать с пути обломков. По сути, это бомба с тикающим часовым механизмом. Спутник нужно переместить, прежде чем в него врежется другой кусок мусора, и он взорвется облаком мелких объектов. По подсчетам ученых, в ближнем космосе рассеяно не менее 7 тысяч тонн различного мусора. От неработающих спутников и ступеней ракет до болтов и гаек. Многие из них можно нанизывать на стрелы гарпунов и вытягивать с помощью тросов. В числе других устройств сеть для ловли космического мусора и парус, способный направлять крупные объекты в плотные слои атмосферы.